Всем привет! Сейчас расскажу, как быстро вернуть былую динамику автомобилем с удержаторным двигателем В идеале, конечно, хорошо помыть форсунки, но это дорого и долго Поэтому можно обойтись вот таким методом, довольно быстрым и дешевым Очистителем карбюраторов Взять, разомкнуть подающую магистраль топливную В нее поставить фильтр, заранее приобретенный Ну, рублей 150 стоит максимум Обычно на все магистрали подходят фильтры от инжекторных вазов Которые под хомутики Затепить его хомутиками Наполнить очистителем карбюраторов И тут есть два случая Если стоит регулятор давления топлива здесь Со сбросом топлива в обратки придется отключить насос Либо фишку скинуть, либо предохранитель выдернуть Если обратка в баке, тогда надо будет куда-то сливать бензин, который будет во время промывки идти Либо также откинуть предохранитель или фишку с насоса Заполняем этот фильтр очистителем карбюраторов Если аккуратно давить, то можно слить туда жидкость Не разбрызгивая, просто получится полный фильтр Жидкости очистителя карбюраторов, который потом нам помоет форсунки Дальше надо завести машину Но как-то надо создать здесь давление Если вы счастливо обладаете автомобилем, у которого сбросной клапан Поддерживающий давление стоит в баке То вы можете просто заполнить фильтр очистителем карбюраторов Обратно его поставить в магистраль Завести машину, насос создаст давление И методом вытеснения вытеснит жидкость и промоет форсунки Если же у вас сбросной клапан стоит на рейке Как у этой машины, она дорестайлинговая Сброс на топливные рейки После рестайлинга сброс пошел с фильтра топливного Вот здесь сложнее Если создать давление, при котором сработает редуцирующий клапан То просто весь очиститель карбюраторов сбросится в бак И ничего хорошего не получится Поэтому я подготовил вот такой сосок Подключенный И воздухом буду вытеснять И воздухом буду вытеснять топливо С очистителем карбюраторов Тогда будет мотор работать При этом давление не буду повышать выше 2-3 кг Потому что больше 3-х уже открывается клапан И просто сбрасывается излишки давления в бак по обратке Взял насос маленький Потому что у него производительность небольшая Большим этим невозможно поймать такую точность Потому что расход очень маленький топлива А здесь емкости фактически нету Потому что она полностью жидкостью заполнена А жидкость, как известно, плохо сжимается Если в воздух можно было легче поймать бы Все, сейчас как только будет садиться давление Я буду подкачивать насосом Правда он не схватывает больше килограмма Ну ладно Попробуй завестись Пока давление есть Методом тыка было установлено Что давление желаемое Где-то 3,5 кг На нем он неплохо заводится Все Давай Сильно газуешь что-либо? Нормально Может быть на других машинах по-другому Но в быхе вот у меня еще трех падает Уже плохо работает На таком очистителе карбюраторов Почему-то двигатели работают как на плохом бензине Объема фильтра хватает на пару подходов Но При этом Наполнять его не очень удобно Миша Зажигай Все, глуши Все, хорош В идеале На японце Я вот этот фильтр Также оставлял Вот Для дополнительной Защиты форсунок от грязи Помимо того Фильтра Который Под днищем автомобиля Здесь Может быть Тоже так оставить Сейчас посмотрим При каком давлении Сработает Бросной клапан Клапан обратки 4 килограмма Слышно было Как он Открылся Можно считать это Мы промыли клапан Обратки Очистителем Карбюраторов Потому что Сейчас все быстренько В него Плюхнулось Сейчас еще разочек Контрольный Это клапан Збросной Все Дальше Собираем Либо фильтр Оставляем Либо Убираем И все Стоим на место Трубочка Вот Это была Та Которая Ближе К панели Передка После Того Как мы все Это сделаем Конечно Он сначала Будет выпендриваться Потому что В системе Останется Немножко воздуха Но завестись Должен С второго Третьего Раза Все Может не Грязовать Она сама Это уже А на бензине На вкус Я сливаю Заодно Дрольце Прочистится Чуть-чуть По газу Куда-сюда Туда-сюда Все готово Ом Все в том Все в том Продолжение следует...